День добрый, меня зовут Роман. Примерно с конца 90-х годов я занимаюсь коллекционированием фотоаппаратов редких моделей, преимущественно российского и советского производства. Недавно у меня родился сын и жизненные приоритеты несколько изменились. Я хочу переехать с семьей ближе к морю в небольшой домик, поэтому решил продать свою коллекцию. Теперь подробнее о том, что входит в коллекцию и почему это может быть интересно именно вам. Общеизвестно, что есть целый ряд увлечений, которые безоговорочно подчеркивают ваш статус. Это и спорт, например, яхтинг, поло, гольф. Это благотворительность. К статусным вещам, безусловно, относится коллекционирование. Ну и куда приятнее, конечно, получить известность коллекционера и мецената, чем прославиться информацией о своих первых финансовых операциях. Однако сложность коллекционирования в огромных затратах времени. Ясно, что у вас его нет. В этом важное отличие покупки готовой коллекции. Приятная особенность моей фотоколлекции не в настойчивом следовании линейкам определенных моделей. Нет, это прежде всего дыхание самого времени. Аксессуары, документы. Все то, что позволяет погрузиться в эпоху. Из паспортов фотоаппаратов на вас смотрят ровесники века. Но перейдем непосредственно к некоторым удивительным экспонатам. Среди них первый советский, а по многим источниками первый в мире, зеркальный фотоаппарат «Спорт». Причудливая форма корпуса уникальна. Он прибывает в отличном состоянии в фирменном чехле со специальными кассетами для фотопленки. Несколько вариантов фотокамеры ФЭД НКВД. Редкое свидетельство сталинской эпохи. Копия немецкой лейка. Той самое, которое писал в песне военных корреспондентов Константин Симонов. От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и балакнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Уникальная секретная камера КГБ СССР для шпионской фотосъемки. Ее объектив маскируется под пуговицу пальто, что позволяло агентам спецслужбы оставаться незаметными. А посредством привода в кармане можно было изменять диафрагму объектива и спускать затвор. Камера находится в отличном техническом состоянии, полном комплекте и с заполненным формуляром, отмеченным печатью совершенно секретно, где отмечались даты каждой съемки. Но не авторы места, конечно. Удивительная вещь, особенно в свете нынешних событий, фотоаппарат 1954 года выпущены к пленному Политбюро Компартии СССР, посвященному 300-летию воссоединения Украины и России. Камеры награждались только крупные деятели партии, в продажу она, разумеется, не поступала. Если вы захотите сделать подарок президенту, то лучшего просто не найти. Даже такая распространенная в СССР камера как FED2 в моей коллекции представлена в самой редкой, уникальной досерийной версии с шильдом на трех винтах вокруг окна дальномера. Редкие фотоаппараты, выпускавшиеся для комсомольцев, пионеров и студенчества, почти не дошедшие до нас. Тейстафета, весна, также представленные в моей коллекции, находятся в отличном состоянии. Автоматический компактный Zorki модель 12 так и не поступил в большую серию. Хрупкий бакелитовый корпус форматной камеры турист не позволил многим экспонатам даже до наших дней. Но камера в моей коллекции находится в состоянии абсолютно новой. Она укомплектована не только коробкой и кассетами, но и всеми документами. Стереофотоаппарат «Спутник», смена, а также стереокомплекты, насадки на FED и Zorki — редкие свидетельства и увлечения советских любителей стереофотографий еще в середине прошлого века. Сейчас эти вещи выглядят почти как атрибуты технопанка. Деревянный станок для ретуши, больших стеклянных негативов, дореволюционной артели рубежа 19-20 веков. До эры фотошопа все происходило с помощью именно таких приспособлений. Коробка с просмотровочной лупой и комплектом открыток библейской тематики была способна всколыхнуть воображение мещанина. Такие вещи увидишь даже не в каждом музее. Первые модели «Зенитов», не серийный «Зенит-5» и прочие представители зеркального класса фотоаппаратов — отличные редкие экземпляры популярного бренда для любого собрания. Системная профессиональная фотокамера «Старт» представлена в удивительной сохранности в нескольких экземплярах. Редкая зеркальная фотокамера высокого класса, предназначена для профессионального использования. Она имеет съемную призму, сменные объективы на байонетном креплении — такой серьезный фотоинструмент. А чуть ранее выпускалась не менее профессиональная, но дальномерная фотокамера «Ленинград». Камера имела взводную пружину, позволяющую снимать сериями по нескольку кадров в секунду. Фотоаппарат рассчитан на журналистов и получил гран-при на выставке фотокамер в Брюсселе в 1958 году. Рамочные угловые видоискатели FED для первых советских дальномерных фотоаппаратов сложно найти даже в каталогах, а уж тем более увидеть их вживую в таком безупречном состоянии. Фотокоры, более ранний ARFO — редкие представители форматных камер 9 на 12 сантиметров. Их материалы не позволили сохраниться большинству экземпляров спустя сто лет. Но каково же будет ваше удивление увидеть совершенно новый фотоаппарат 1930-х годов со всеми документами и даже чеками из магазина. Потрясающая панорамная фотокамера FT2. Интересна не только единственной в своем роде конструкции. Да, она снимает не два кадра, как все панорамные, а три кадра подряд. Но интересно не только этим, ведь ее разрабатывал знаменитый оружейник Токарев. Да-да, тот самый, чей пистолет ТТ стал символом сталинской эпохи и до сих пор популярен у киллеров ввиду мощности и надежности. Конечно, созвучны и названия этих изделий ТТ, Тульский Токарева и ФТ, фотоаппарат Токарева. В коллекции их несколько. И поверьте, они превосходно действуют. Я приведу несколько кадров, которые снял на один из этих фотоаппаратов. Юбилейный Зорки-4. 50 лет советской власти. Нечастый гость на аукционах. Отличной сохранности Контакс-С в военных годах и его советские копии 40-х-50-х, фотоаппараты Киев. Как это часто бывает в моей коллекции, в коробке и с документами. Камеры-легенды, с которыми работали военные журналисты и репортеры середины прошлого века. ТС-ВВС – недосягаемая мечта многих коллекционеров. Камера выпускалась на секретном заводе в Подмосковье и не предназначалась для продажи. Ей наградили всего несколько человек из высшего командного состава Советской Армии. Мало кому удавалось видеть ее вживую. На коллекционном рынке больших денег стоят даже элементы ее корпуса или чехла. Трехзначный номер, комплектация дорогим немецким объективом CES выделяет эту жемчужину среди прочих фотоаппаратов советского периода. Камера находится в идеальном техническом и косметическом состоянии полной комплектации. FED-ATLAS – странная малосерийная камера с автоматикой. Стильный восход, созданный для путешествий. Покрашенный молотковой эмалью кристалл. Необычные конструкции взвода фотоаппарата ДРУ. Простой фотоинструмент МИР. Заря циклопической наружности. Доводилось ли вам встречать название этих советских фотоаппаратов? Да, все они есть в моей коллекции, находятся также в отличном состоянии. Есть в моей коллекции кинокамера Кодек, предназначенная для установки на военные самолеты ВВС США. Причудливая наружность, идеальное состояние, наличие фирменной кассеты, изобилие интересных заводских надписей, отличает эту величайшую камеру времен Второй мировой войны. Представьте себе ее в качестве пресс-папье на своем столе. Удивительная сверхкомпактная австрийская камера МиниКорд больше похожа на киноаппарат. Но интересно не только этим. В полнейшем комплекте находится также фотоувеличитель для печати фотографий именно с этой камерой. И даже лампочка, которой более 60-70 лет, до сих пор исправна. Паспорт в комплекте. Форматная, рассчитанная на негатив 18 на 24 сантиметра, павильонная камера Славолюбов, выпущена задолго до мировых войн и дошла до нас не только в отличном состоянии, но и в комплекте с несколькими латунными объективами, диафрагмами, фирменным чемоданом и штативом-треногой. Именно на такой инструмент работали павильонные фотографы эры появления фотографий и ее первых шагов. Немецкий микроскоп знаменитой марки Leitz с широким набором аксессуаров. Технический курьез, фотоаппарат Narciss в полнейшем заводском комплекте и в коробке. Пожалуй, самая крошечная зеркальная фотокамера. При этом весьма функциональная сменная пентапризма, сменные объективы, бумажные свидетельства эпохи, фотографические каталоги конца 19-го, начала 20-х веков, тиснение, как сейчас бы сказали дизайнерские сорта бумаги, роскошная полиграфия, вклеенные цветные иллюстрации. Среди них есть и замечательный документ, письмо представителя самого знаменитого оптического концерна Германии Карл Цейс, Тверскому губернатору, написанное пером на гербовой вензельной бумаге. Письмо начинается словами «Милостивый государь» и датируется 911 годом. В те времена губернатором Твери был Николай Георгиевич фон Бюнтин, заменивший в 1906 году убитого эссеровской бомбой Павла Александровича Слепцова. Нельзя не обратить внимание на огромное количество уникальных аксессуаров для фотографий. Именно они передают сам дух эпохи. Фотобачки в коробках с документами, некоторые из них позволяли проявлять пленку в путешествиях, в поезде или в палатке. Оптика, кассеты для фотопленки самых различных марок. Различные экспонометры, приборы для измерения количества света в коробках с документами. Одна только надпись произведена заводом «Вибратор», чего стоит. Автоспуски механические, пневматические российского, немецкого производства. Они позволяли сделать задержку спуска затвора. Не просто было советскому любителю сделать селфи. Бленды для объективов и мелкие аксессуары, выпускавшиеся всевозможными артелями, малыми сериями. Они наглядно свидетельствуют о малоизвестном факте широкого развития в сталинские годы частной кооперации. Миры для проверки резкости фотообъективов, декоративные виньетки, рамки для украшения фотографий. Все эти вещи позволяют вовлечь любого зрителя коллекции в ту эпоху. Мир фотографий увлекал, конечно, очень многих известных людей. Среди них император Николай II, королева Елизавета, король Таиланда, Дмитрий Медведев. Режиссеры Андрей Тарковский, Роберт Родригес, Стэнелли Кубрик, Вим Вендерс. Такие исторические личности, как Че Гевара, Ева Браун, художники Эдгар Дега, Сальвадор Дали, Рене Магрид, Энди Уорхол. Писатели Льюис Кэрол, Эмиль Золя, Михаил Пришвин, Илья Иль. Музыканты группы Битлз, композитор Микаэль Тривердиев, ученый-изобретатель Константин Солоковский. Сейчас фотография стала очень популярным увлечением. Активно снимают многие знаменитости. Например, Иван Ургант. Да, фотографии интересуют очень многих. А знать ее историю, развитие, истоки, это вызывает уважение вдвойне. К вопросу стоимости. Я вижу три возможных варианта. Первый – продажа части коллекции продублированных лотов. Второй – продажа основной части коллекции из серии аксессуаров и атрибутов. Третий – продажа всей техники и аксессуаров плюс передачи прав на изображение коллекции. Но даже в самом дорогом варианте стоимость коллекции не превышает сумму, которую просто потеряет в цене ваш престижный автомобиль за несколько лет использования. Эта коллекция станет предметом вечного интереса для ваших детей и неким вкладом в их будущее. Она же часть, безусловно, интереса всех ваших гостей. Для прагматичных уже очевидно, что это не траты, а инвестиции. Ведь коллекция, безусловно, актив. Все эти вещи не выпускаются уже много лет, а большинство из них были дорогими на момент выхода. Сейчас цены на них только растут. Всего не перечислишь. Коллекция действительно обширная позволяет полностью погрузиться в фотографическую среду конца 19-го и 20-го века. Материала достаточно для создания интересного музея. Общий размер фотоколлекции порядка 500 позиций. Более 200 фотоаппаратов. Это 15 коробок размером 60 на 60 на 60 сантиметров. Общий вес более 200 килограмм. Такие коллекции встречаются нечасто. Уверен, что вы имеете широкий круг интересов и прекрасно понимаете ценность моего предложения. Поэтому напишите мне прямо сейчас, я скину вам всю необходимую информацию. В любом случае это интересно. Благодарю за внимание.